Дисциплина термодинамические основы циклов теплоэнергетических установок. Тема лекции газотурбинные установки. Газотурбинные установки предназначены для получения электроэнергии при сжигании топлива, когда вращение турбины электрогенератора производится газообразными продуктами сгорания, а не посредством водяного пара. По конструктивному исполнению и принципу преобразования энергии газовые турбины существенно не отличаются от паровых. Вместо громоздкого парогенератора в газотурбинных установках используются относительно малогабаритные камеры сгорания. Топливом служит мазут или природный газ. Прошедшие турбину продукты сгорания при необходимости могут быть использованы для нагрева воды, для теплоснабжения. Газотурбинные установки состоят из трех основных элементов – газовой турбины, камеры сгорания и воздушного компрессора. Тепловая схема такой газотурбинной установки представлена на слайде. В камеры сгорания топливным насосом подается топливо и сжатый воздух после компрессора. Топливо перемешивается с воздухом, который служит окислителем, поджигается и сгорает. Чистый продукт сгорания также смешивается с воздухом, чтобы температура газа, получившегося после смешения, не превышала заданного значения. Из камеры сгорания газ поступает в газовую турбину, которая предназначена для преобразования его потенциальной энергии в механическую работу. Совершая работу, газ остывает и давление его уменьшается до атмосферного. Из газовой турбины газ выбрасывается в окружающую среду. Из атмосферы в компрессор поступает чистый воздух. В компрессоре его давление увеличивается и температура растет. На привод компрессора приходится отбирать значительную часть мощности турбины. Газовые установки, работающие по такой схеме, называются установки открытого цикла. Большинство современных ГТУ работают именно по данной схеме. Газотурбины установки подразделяются на следующие типы. Первое. По способу сжигания топлива. На изохорные и изобарные. Второе. По способу передачи теплоты холодному источнику. На открытые, в которых рабочее тело поступает из атмосферы, последовательно проходит через элементы установки и выбрасывается в атмосферу. И закрытого типа. Рабочее тело непрерывно циркулирует по замкнутому контуру, а отвод тепла происходит в специальных теплообменниках. Основное отличие газотурбинных установок закрытого типа от открытого основывается на том, что в первом случае нет камер сгорания, а применяется нагреватель. Тут происходит нагрев воздуха. При этом он не участвует в самом процессе образования тепла. В качестве простейших циклов газотурбинных установок приняты циклы с изобарным подводом теплоты и циклы с изохорным подводом теплоты. Эти циклы отличаются друг от друга отводом теплоты из камер сгорания, на изохорный процесс отвода и изобарный. Современные газотурбинные установки в основном работают с изобарным подводом теплоты. В данных установках в камеру сгорания через фасунки поступает воздух из осевого компрессора и топлива, из топливонасоса. Из камер сгорания горючие газы через комбинированные сопла направляются на лопатки газовой турбины. Вал турбины сообщен с электрогенератором, а затем продукты сгорания выбрасываются в атмосферу. В газотурбинных установках с подводом теплоты при постоянном давлении топливово-раздающее устройство, горелка или форсунка, подает топливо в зону горения. Весь воздух, подаваемый в камеру сгорания, разделяется на два потока. Первичный поступает через регистр и участвует непосредственно в горении. Вторичный воздух в горении не участвует, а проходит между корпусом и пламенной трубой, тем самым охлаждая ее. Затем вторичный воздух подмешивается к продуктам сгорания и тем самым охлаждает их до нужной температуры. На данном слайде представлена камера сгорания газотурбинного двигателя с подводом теплоты при постоянном давлении. Основные элементы являются воспламенитель, жаровая труба, корпус, форсунка, диффузор, завихритель, основные зоны, зона горения и зона смешения. Теоретический цикл ГТУ с изобарным подводом теплоты представлен в слайде. Он состоит из процесса диабетного сжатия воздуха 1.2 в компрессоре. Процессы изобарного подвода теплоты 2.3 в камере сгорания. И процессы адиабатного расширения 3.4 продуктов сгорания в соплах газовый турбин. После преобразования кинетической энергии струи газа на рабочих лопатках и процесса отвода теплоты 4.1 от газа в окружающую среду при постоянном давлении P1 цикл завершается. Цикл газовой турбины с изобарным подводом теплоты характеризуется степенью сжатия в компрессоре, степенью изобарного расширения и коэффициентом полезного действия. При рассмотрении работы реальных газово-турбинных установок необходимо отдельно учитывать потери на необратимость в компрессоре и газовой турбине. Расход энергии на трение в компрессоре повышает температуру воздуха, а это в свою очередь увеличит работу на сжатие воздуха в компрессоре. Потери теплоты во внешнюю среду пренебрегаемы. Расширение газа в проточной части турбины сопровождается потерями на трение у лопатки турбины и завихрение потока, в результате чего внутренняя энергия рабочего тела превращается в теплоту. Адиабатный КПД компрессора определяется отношением теоретической работы сжатия в компрессоре к действительной. Внутренний относительный КПД газовой турбины определяется как отношение действительной работы расширения в турбине к теоретической. Эффективный КПД цикла учитывает трение в подшипниках на привод вспомогательных агрегатов. Эффективная мощность газовой турбины установки определяется по следующей формуле.